Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хиван. Сегодня мы поговорим с вами об использовании алоэ, а именно о правильных рецептах приготовления препаратов из сока алоэ, собственно из цельных листьев даже алоэ, для того, чтобы применять его как снаружи, так и вовнутрь. Вряд ли найдется хозяйка, хозяин, человек может быть советского периода, моего возраста и старше, кто не знает алоэ, не знает о его целебных свойствах. Целебные свойства алоэ обусловлены, конечно же, веществами, которые содержатся главным образом в кожуре листьев. Выдавливая лишь сок, вот эту мякоть, сок из алоэ, вот эту жижу, мы лишаем себя большего числа полезных веществ, нежели чем мы можем получить непосредственно из цельных листьев. В этой связи существует немало способов приготовления препаратов из алоэ. Наиболее таким распространенным является срезать листики алоэ, положить их в холодильник на срок от 3-4 дней до 3-4 недель, в темное прохладное место, ну в холодильник лучше всего. Затем отжать из них сок, после чего смешать его с медом, и кто-то с водкой смешивает, кто-то с когором смешивает, и кто по чайной, кто по столовой ложечке принимает это средство. Это рецепт хоть и очень расклонированный, как общеукрепляющее и такое оздоравливающее средство, но в то же время он на сегодняшний день уже теряет свою актуальность. С чем это связано? Связано это с тем, что в старые времена, когда питание человека было скудным, уже принятие высоких доз углеводов, то есть энергетических каких-то источников калорий, таких легко усвояемых калорий в виде меда, а также кагора, как вещество, вещество продукта, которое содержит значительное количество и витаминов, и антиоксидантов, ну вино, приготовленное на основе красного винограда, конечно оно содержит кроме алкоголя еще и много-много различных полезных веществ. И вот у людей, когда питание было скудным, уже включение дополнительный рацион вот таких вот витамин, источников витаминов, источников, а ведь все продукты брожения очень богаты витаминами группы В особенно, источников быстрых калорий, сладостью, уже стимулировало иммунитет и оздоравливало организм. И к этой же опере можно отнести и использование, ну например, куриных или мясных бульонов, которые дают больным людям для восстановления сил. Какого-то терапевтического действия, лечебного действия, ни как таковой мед при принятии внутрь, ни бульоны эти, конечно же, не имеют. Они просто являются источником легкоусвояемых питательных веществ, которых в случае скудности ежедневного рациона не хватает, и больной, потребляя их, уже улучшает свое самочувствие. Когда же вы в современном мире получаете широкий доступ к калориям, когда, возможно, они даже избыточные, то вот это добавление меда как раз не является благоприятным. Препараты из алоэ обладают еще двумя очень-очень важными эффектами. Это антидиабетический эффект и противовоспалительный эффект. Очень хорошо известно в настоящее время, что очень многие болезни, в том числе онкологические, у нас возникают в местах хронического, в очагах хронического воспаления. И в целом снижение уровня воспаления является очень важным. На этой основании мы здесь на канале Процветок рекомендовали применять очень разные продукты, в том числе куркуму, она обладает резким, таким очень мощным противовоспалительным эффектом, ну и разные другие источники противовоспалительных веществ. И вот как раз алоэ является тоже источником противовоспалительных веществ. Кроме того, оно обладает хорошим свойством понижать сахар. Конечно, оно никогда не заменит основного базового лечения, если уже инсулин назначен, то, конечно же, оно не заменит необходимость приема инсулина. Однако облегчить симптомы диабета и какие-то сопутствующие симптомы, не только повышение сахара, но и сопутствующие симптомы диабета. Диабет – очень сложное, серьезное заболевание. Алоэ вполне в состоянии. И поэтому класть мед или класть сладкое вино в препараты алоэ не так уж и правильно. Особенно для людей действительно не только, которые хотят профилактику диабета сделать, но и применять его более-менее постоянно для того, чтобы снизить вот эту симптоматику диабета. Есть еще одно предостережение. Алоэ обладает таким активным стимулирующим действием, в том числе на клеточное деление, что длительный прием препаратов алоэ является нежелательным. Вы можете применять его 2-3, максимум 4 недели, ну то есть месяц, и потом 2-3 месяца делать перерыв. И потом снова делать такой курс. Во всяком случае, данная рекомендация основана на очень масштабных изучениях свойств алоэ, когда оно входило в том числе в официальные, то есть это аптечные препараты. Во некоторых странах их уже не используют, не применяют в качестве слабительного, например, средства. Но в качестве таких народных средств лечения использовать их вполне можно. Ну в том числе и как общеукрепляющее средство. Для того, чтобы получить действительно хороший настоящий препарат из алоэ, необходимо использовать обязательно как кожуру, так и мякоть алоэ. Мякоть как раз скудна на витамины, на биологически активные вещества и так далее. Одно из интересных веществ, которые содержатся в листьях алоэ, это каротиноиды. Каротиноиды хорошо известны как оранжевые пигменты, и в алоэ их довольно много. Интересно, что алоэ является источником таких каротиноидов, как лютеин и как зеоксантин одновременно. Причем соотношение этих пигментов в листьях алоэ является чуть ли не наиболее оптимальным среди всех продуктов растительного происхождения, которые содержат в себе эти очень два важных, ну можно сказать, витамина для зрения. И они содержатся именно в кожуре. Для того, чтобы извлечь максимальную пользу из вот этих вот толстеньких листьев алоэ, проще всего предварительно листики алоэ заморозить. Заморозить их нужно буквально на сутки-двое. В этом случае листики алоэ превращаются вот в такие вот буквально тряпочки. Оно достаточно быстро замерзает, сахаров оно содержит не так уж и много. Клетки разрушаются и из клеток освобождаются вот эти все самые ценные биологические вещества, как из кожуры, так и из мякоти листа. В этом случае сок отсюда выдавливается, вот этот вот коричневый такой, который уже насыщен биологически активными веществами, буквально пальцами. Вы можете взять бутылку стеклянную, вы можете взять скалку, положить эти листочки на доску деревянную, прокатать их как тесто на варенике и выдавить этот самый сок. Ну технически это не очень удобно на самом деле. Почему? Потому что этот сок растекается, но его надо как-то под углом и так далее. Какие-то премудрости надо применять к тому, чтобы этот сок с этой доски собрать. Можно даже вот из таких замороженных листьев попросту взять, размять их как следует ложкой, вилкой и слить этот самый сок. Но это в том случае, если у вас количество этих листиков небольшое. В принципе, вы можете собрать все эти листья, положить в морозилку на срок 2-3 месяца и вынимать по одному листочку. И с помощью вилки, после размораживания, полного размораживания листочка, выдавливать оттуда сок. В принципе, 1 столовой ложки такого сока на 1 день вполне достаточно. Это хорошая доза. 1 столовая ложка такого сока растворяется в 100 мл воды. И эта порция 100 мл воды делится в сутки на 3 приема. То есть, по 30 грамм примерно этого сока, по 35 грамм, нужно за 1 прием принять. Для тех, у кого желудок слабый, лучше это делать после еды. Если же желудок ваш выдерживает, то в этом случае это нужно сделать до еды на голодный желудок. Но перед этим нужно обязательно выпить хотя бы полную кружку воды, кипяченой воды или минеральной воды без газа, комнатной температуры. Такая подготовка будет наиболее оптимально влиять на вот такой положительный терапевтический эффект этого самого алоэ. Это такой, ну самый простой способ. Другой способ это взять вот эти замороженные листья или свежие, но все-таки замороженные и растаявшие более предпочтительно. И взять блендер и блендером как следует измельчить эти листья. В таком случае вы получаете вот такой вот сок с мякотью. Этот сок с мякотью необходимо в течение примерно 20-30 минут нагревать до начала парения. То есть, чтобы он не кипел, а только-только начался пар. Это можно сделать в кастрюльке, это можно сделать в микроволновке. Но в микроволновке сложно отследить, чтобы он не закипел. То есть 50 градусов это когда он горячий, а 60 это когда уже пар идет. Соответственно, нужно, ну так, не допуская активного парения, вот так вот его разогреть и 20 минут подержать в таком состоянии. Затем выключить и дождаться полного охлаждения. В процессе нагревания сок у вас немножечко поменяет окраску, побуреет. И вот такой вот сок можно переливать в банку или если вы сразу в банке делаете, пожалуйста, микроволновки можно сделать. Ну кто как относится к микроволновке, на ваш выбор. И затем класть, ставить его в холодильник. Его можно применять с мякотью, либо же его можно процедить через марлечку и дальше использовать уже профильтрованный сок. Ну я, например, использую вот такой вот сок с мякотью. Тоже беру его столовую ложку на 100 мл воды и в три приема этот сок выпиваю. Ну у меня желудок нормально, все хорошо выдерживает. Я, соответственно, это делаю в три приема на голодный желудок. Как видите, никакого меда, никакого кагора, никакой водки я сюда не добавляю. И это правильно. Максимум, что вы можете сюда добавить, это лимон, желательно с цедрой. В тот же самый момент, когда вы измельчаете на блендере алоэ, вы можете на, вот у меня здесь примерно 150 грамм алоэ, ну половинку среднего лимона сюда добавить и точно так же измельчить. В этом случае горький вкус вот этого сока немножко смягчается и получается очень приятный и тонизирующий напиток. Значит, что я вас попрошу. Не передозируйте, не надо усердствовать слишком сильно. Когда слишком хорошо, то тоже может оказаться плохо. Это первое. Второе. Делайте порцию, вот за один раз делайте порцию, не больше, чем вот где-то, ну 150, максимум 200 миллилитров. Потому что потреблять вы ее будете довольно долго, ну по столовой ложке ежедневно, если один человек. И не надо, чтобы она слишком долго хранилась. Ну на 2-3 недели сделайте и храните в холодильнике. Не более того. При хранении в теплом месте сок будет портиться, поэтому лучше всего, если вы оставите его в холодильнике, ну или в каком-то основательно холодном месте. Таким образом, заморозить листья без предварительного выдерживания в темноте в холодильнике. Затем разморозить, измельчить блендером, хранить в холодильнике по столовой ложке на 100 миллилитров. И это дневная порция, которую надо разделить на 3 раза. Наружное применение этого сока может идти либо в неразбавленном виде, если вам надо помазать ранку или ожог, какую-то царапку, какие-то прыщи на лице и так далее. Но в том случае, если у вас нет аллергии и нет какой-то реакции. Если у вас есть реакция, какое-то жжение, зуд, попробуйте разбавить этот сок в 2 раза, например. Очень хорошо из этого сока делать маски для волос, для головы. Это очень укрепляет волосы, и перхоть убирает, и зуд убирает, и рост волос улучшается. Ну мне уже не поможет, конечно. Ну а женщинам, преимущественно, у которых нет этих гормональных лысин мужских, соответственно, это средство поможет и укрепить волосы, и вернуть им красоту, если вдруг она уже начала, ну где-то немножечко сдавать свои позиции. Можно брать неразбавленный сок, смачивать волосы очень так как следует активно, и закутывать такую халу, чалму сверху делать, и несколько часов в ней походить. Это очень и очень здорово и полезно и для красоты, и для здоровья. Надеюсь, наши советы помогают вам сохранять и здоровье, и красоту, и силы для садово-огородных работ, которые должны быть только в радость. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!